На Байконуре мы снова потерпели неудачу. Я чувствовал, что Драгович всё ещё живёт. И помешался на нём. И провёл пять лет, выслеживая его. Он... Он мерещался мне повсюду. Я не мог выбросить его из головы. И других тоже. Голоса. Русские. У меня в голове. Эй! Вы кто такие? Что вы от меня хотите? Нам нужны цифры, Мэйсон, и больше ничего. Вспомним прошлое, Мэйсон. После Байконура ты был послан правительством. Вьетнам. Чёртова киса. Это в 68-м? Я был в группе морпехов, нас вёл Фрэнк Вудс. Цель – секретная русская база в Лаосе. А твой куратор в ЦРУ – Хадсон. Он был в Хессане. Ты его там не помнишь? Хадсон. Мистер Тень. Бессердечный ублюдок. Друзья, всем вновь привет. С вами Итан. И на канале прохождения Black Ops. Легендарной части Call of Duty. Мы отправляемся в Лаос, в Вьетнам, где СССР воюет. Против США. КГБ против ЦРУ. Маленькая страна, которая раздирается войной на куски. И мы будем, как обычно, в центре событий. Здесь. С нашими товарищами. Фрэнк Вудс. И Худсом. Лысый мужик. Все здесь, все с нами. Играют в Deep Purple. Ну и видок у тебя, вот. И скоро начнется жара. Это внешность. Это Вьетнам. Рад тебя видеть. Да, и тебя. Джейсон Хадсон, ЦРУ. Спасибо, что пришли, Сержант. Я уже проинструктировал Мейсона насчет ситуации. Расскажу вам остальное. Еще в 64-м ЦРУ прекратила контроль над операциями в Юго-Восточной Азии. Передали их военным. Тогда появилась спецгруппа морпехов. Исань не только база морпехов, но и отправная точка военных операций за границей. В Лаосе и Камбодже. Наши операции. Саботаж, без информации, разведка и спасение пленных. В общем, как обычно. И тут все и началось. Как обычно, наикрутейшая постановка. Все, как мы любим. На базу Кесан напали партизаны. Понесли его. Будем теперь отбиваться любой ценой. На самом деле, на максимальной сложности это одна из самых тяжелых миссий для прохождения. Ну, об этом немножко позже. И все же ты рисковал жизни ради него. Как ради выгода. Но за это я его ицелил. Кесан был обречен, Мейсон. Надо было оставить его. Он не входил сюда. Очевидно, вы не знакомы с Мурсом. Он знал, что им нужна наша помощь. Без вариантов. Так, мы можем поменять сейчас на лучше спарка магазинов будет более полезно. Вот, в чем мне нравится, что куча модификаций оружия здесь прям разбросано. Любой стиль игры. Крен туда заведи. Черт, а в битконговец. Смотрите, они просто падают. Прям как кто-то прописал. Подогонь. Ты куда полез? Осторожнее! Противник мертв. Позвис! Смотрите, куда стреляете! Это жесть. Контузило. Да дай пройти! Ох! Так и напрашивался сюда взрыв. Только какой-нибудь помощнее там, не знаю, фактического ядерного снаряда как минимум. Уж слишком они живучие, слишком их много. Черт побери! Трега! Трега! Отлично, отлично. Отлично. Немножко отойдем сейчас. У нас здесь есть лапка. Цель на холме, справа! Давайте так хотя бы. Хороший обзор. Прекрасный вид открывается, можно... Так, 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 где? Я готов. Противник сидит в стороне. Это было мощно. Виде, да? Очень даже. Ложись! Так, давайте, надо отработать, ребят. Причем, чутка отработает. Немножко сопреждением дал, но он все равно вниже ушел. Давай. Готово. Бумс! Этот готов. Стался последний. Не люблю я, когда на меня так смотрят. Две минуты прием. Тула. Ну, еще добавим. Таразрайдер вышел на огневой рубеже. Осторожно. И над палом поджечь. Всего вам доброго. Для комплексной, не знаю, профилактики обезьяньего гриппа. Противник уничтожен. Отлично. Отлично. Черт. Они не отшел. Арклайк, 10 минут. Немножко подождем их. Один, семь. Таразрайдер, прием. Головки, ковы, ковы. Не могут они спрыгнуть. Топливо на исходе. Товарищи минуты. Держитесь, гладевец. Мы вас прикрываем. Так, ладно, я пошел. Ждать никого не буду. А может быть и зря. А может быть и зря, реально. Надо было подождать. Нет, надо был автомат взять. Или пулемет. Я забыл, у нас М-60 есть. Хорошо, они окопались. Держитесь, гладевец. Мы вас прикрыли. Ну, ковы, я почти закончил. Да, да, да. Здесь просто нужно было брать М-60 и... Просто вот так вот методично отстреливать. Вот это выстрел. Шесть, трэдрайзер. Где вы находитесь? Держитесь. Ждем приказа. Пошли, пошли. Я не понял. Так, вроде бы никого здесь больше нет. За Родину. За Кеннеди. Я не знаю, Кеннеди-то убили тогда. Это уже 63-й год. Ой-ой-ой. Так, давайте-ка, куда-нибудь заныкаемся. Полно гиптонавцев. Вашу мать, граната. Братан, с тобой явно чуть-то не то, у тебя полголовы. Нет, на месте. Не, вы видели? Человек не может жить. Сейчас мы подробно посмотрим. Да, вот такая вот жесть. Это война, ребят. Так, чуть пути он не прислел. Пути его и вуз не долюбливает, но тем не менее, не такой, наверное, и плохой парень. Почему бы нам не призывиться здесь, неспешно так. Отлично, контрольная точка. Я уж спокоен за наше будущее. Они как будто из злор вылазят. Во Витконге, вот, была такая игра, давным-давно. Но очень реалистично все это передается, касаемо Нор. Как там они боролись. Очень круто, рекомендую всем. Я думаю, она не устарела. Ну и вот и все. Добежали. Как так? Вудс, ты же спецназ. И никто даже не посмотрел. Досранец. Спаси ему жизнь. Да, их просто несметное количество. Садись назад, к ракетам. Так, готов. Может быть, это не очень эффективно, но... Какое оружие дали? А хотя можем им 60 взять, пожалуйста. Моих припас один по моей команде. Никаких проблем нет, абсолютно. Ракетой нужно управлять. Готово. Открыть их с танками. Яблочко. Готово. Сидите тихо, X-прейк. Так, два и две минуты. Воспомнил, X-прейк. ВИС-140, бежит двигател. Воспомнил, X-прейк. Начинаем заход на цель. Так, ребята, погнали. Еще одну ракету пустим. Воспомнил, X-прейк. Начинаем заход на цель. Готово. Так, там наши. Там и Когорцы. За бугром. И три танка. Три гребаных танка. Последний. Вас понял, X-рейк. Блин, я жду. С-143 ждет приказа. Не пройдет. Или пройдет. Или не пройдет. Вот здесь вот надо стрелять. Сидите тихо, X-прейк. Да сейчас все будет. Норманушка переждать. Обидно. Тут должен был ачивмент быть за 6 точных попаданий. Я вот последний вообще не алло. Уже, видимо, на эйфории. И все такое. Не дало мне. Мое состояние сделать качественные ачивменты. Но, тем не менее, мы завершили. Миссию морпехи, да. Так вот неожиданно. Последствия Вьетнама. Рад тебя видеть, Алекс. Мы хотим поговорить о встрече с русскими в Лаосе. Ну что ж, ребят, с этим я вас, скажем так, и поздравляю. Редактор субтитров А.Семкин